В Димитровграде провели внеочередное заседание общественной комиссии по профилактике коррупции. К обсуждению предложили всего два вопроса. Итоги декларационной кампании в органах местного самоуправления и организации общественного контроля при подготовке к отопительному сезону. Поэтому призываю по первому и второму вопросу не отмалчиваться, высказывать свою позицию. Она, естественно, эта позиция влечет на предпринятие данного решения, которое, безусловно, гражданам очень важно. Одним из первых слов взял председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Приглашены все заинтересованные стороны и блок антикоррупционный, и силовой блок, но, безусловно, общественный блок. Эта тема очень важная. Она, в общем-то, на фоне ряда таких неприятных моментов, неприятных событий, является, наверное, одной из ключевых. Мы должны заботиться о чистоте наших рядов. Говоря о подготовке к новому отопительному сезону, Смекалин отметил всю важность вопроса. Чтобы в начале нового отопительного сезона вдруг не оказалось, что эта работа в Димитровграде была чисто номинальной, так сказать, для галочки, в результате которой крайними остаются рядовые граждане. Именно в этой части своего обращения к собравшимся председателя правительства поддержал местный глава. Пристанное внимание, конечно, надо обратить больше на проблемы ЖКХ, потому что проблемы ЖКХ на самом деле не волнуют больше всего граждан, потому что бывают необоснованные повышения, хотя мы стараемся создать контакт-центр для решения этих вопросов. Но я считаю, что на все вот эти вопросы, все, что касается проблемы ЖКХ, надо все-таки нам работать немножко пожестче, потому что в случае выявления все-таки со стороны управляющей компании, еще кого-то, повышение незаконно, повышение цен, незаконный сбор денег, надо все-таки с этим более тщательно разбираться, более жестко наказывать. Поводом для обсуждения доходов народных избранников стала информация о нарушениях, выявленных в ходе прокурорской проверки. Девять депутатов города-атомщиков не указали в декларациях либо часть доходов, либо часть имущества. Заместитель начальника управления госслужбы и кадров Олеся Мальцева отметила, по выявленным прокуратуре нарушениям в ближайшее время будет проведена проверка, определяющая, было ли произошедшее обычной невнимательностью, техническим сбоем в базах данных или умышленным сокрытием сведений. Мы делаем запросы для того, чтобы информацию подтвердить или опровергнуть, и уже после этого только можно сделать окончательный дуб за том, в общем-то, законно, незаконно, те или иные ошибки допущены, подтвердилась эта информация или не подтвердилась. На настоящий момент могу сказать, кто же проверки инвестированы, и пока никаких промежуточных итогов, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет. Итоговый отчет будет представлен губернатору Ульяновской области. Обсуждение довольно неприятной ситуации вылилось в предложение от руководителя аппарата Димитровградской мэрии инициировать отмену заполнения декларации о доходах для депутатов городских и сельских органов исполнительной власти. Мол, элементарная забывчивость подрывает авторитет людей, которые безвозмездно отстаивают интересы рядовых горожан, чтобы в конечном итоге может сильно отразиться на качественном составе городского парламента нового созыва. Прозвучал такой довод, что некоторые боятся, что криминальные структуры, будут интересоваться их доходами и как-то пытаться их отжать, извините за сленг такой. Моя точка зрения на сей счет такая, что, во-первых, главный критерий, который должен присутствовать у кандидата в депутаты, это честность. Второе же желание работать и быть полезным обществу. А все остальное, боязливость какая-то и нежелание показать свои доходы, то есть не показать истинного лица избирателям, по-моему, это не совсем правильная постановка вопроса. Мнение Яшина поддержали еще несколько членов общественной комиссии. Однако их оказалось меньшинством. Что же касается вопроса подготовки к новому отопительному сезону, то здесь было принято решение о более жестком контроле за производимыми работами со стороны общественности города. Инициатива проведения общественного контроля и не только в рамках строительства, но и в рамках как раз ежегодной подготовки к топительному сезону, на мой взгляд, является своевременной и очень актуальной. И Димитроград в этой части может стать первым пилотным муниципальным образованием, которое выстроит такую работу. Наталья Васильева, Руслан Поталов, Новости Ульянской правды.